Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем сегодня говорить с вами о менталитете неудачника и менталитете победителя. Не только важно, чтобы мы знали себя, кто мы победители или неудачники по менталитету и по отношению к жизни. Но, конечно, важно, чтобы мы менялись. Но не только для нас важно меняться. Важно, чтобы мы тоже помогли другим вокруг нас меняться, чтобы они имели правильный менталитет. Чтобы они имели менталитет победителя, а не менталитет неудачника. Кто такой неудачник? Что он говорит? И кто такой победитель? Как он относится к жизни? И сегодня я хочу раскрыть вам еще один взгляд неудачника к жизни. Неудачник всегда старается во всем спасать или спасти свою шкуру, как мы говорим. То есть неудачник постоянно говорит, я не виноват, я не виноват, я тут не пришел. Не я, не я, я не виноват. То есть кто-то другой виноват, только не я. Нет, не я, я тут не пришел. Я не виноват. Вот кто-то другой это сделал. Не я, я, нет, я не виноват. На самом деле, если мы хотим победить в жизни, нельзя постоянно открещиваться. Нельзя открещиваться от не только своих поступков, даже от поступков других людей. Потому что в то время, когда неудачный говорит «не я, я не виноват, я только думаю о своей шкуре, как ее спасти», то, наоборот, победитель в это время думает, что нужно делать, давайте, в чем нужно помочь, давайте я помогу, давайте я решу, давайте, дайте мне что делать, что делать. То есть в то время, когда один спасает свою шкуру, другой, наоборот, берет на себя ответственность, он прилагает себе, он прилагает свои услуги, он, наоборот, ищет вызовы, он просит, чтобы ему, его, наоборот, нагружали, он просит, чтобы брать ответственность за любые проблемы, за любые ситуации. Даже если это не касается его, даже если это не его проблемы, не его ситуации, он все равно идет и помогает людям разрешать ситуацию, которая сложилась. Если нужно делать, если есть проблемы, значит, надо его решить. Вот это и есть отношение победителя. Дай Бог, чтобы мы с вами меньше думали о своей шкуре, чтобы мы больше думали о том, как вообще решать дело и как решить любые сложившиеся ситуации. Будьте благословены. Будьте благословены.